В этом видео вы узнаете, какая ответственность предусмотрена за установку светодиодных ламп в головной свет автомобиля. Административный штраф или все-таки лишение права управления? Я сегодня буду управлять транспортным средством, в головном свете которого установлены светодиодные лампы. Так что поехали! Друзья, в общем мы сейчас едем на ростовский пост, так называемый он из кавычков. Это выезд из города Воронеж в сторону Ростова. Едем мы туда по простой причине. Очень много жалоб поступило на этот пост. Какая конкретно смена, не знаю. Ну, также водители звонили по телефону мне и сообщали в соцсети ВКонтакте. Что сотрудники ГИБДД говорят, что за светодиодные лампы предусмотрена ответственность очень серьезная. Лишение права управления. И дабы не оформлять, просят денежные средства взамен. Поехали проверим! Субтитры добавил DimaTorzok Здравствуйте! А можно... Ух ты, какая у нас смена замечательная! Кому можно сделать обращение? Я хотел бы к вам. Можно? Вы очень положительный инспектор. Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли ответственность за установку светодиодных ламп в головной свет автомобиля? Пойдемте, я сейчас все объясню. Вы объясните! Вот, пойдемте. Даже давал в авторевью, я читал в журнале, давал пояснение директор НАМИ, то, что запрещено. Не, вопрос... Не, а как ответственность. Я понимаю, что запрещено. Так, установка светодиодных лампочек в головные фары. Для начала рассмотрим самый простой вариант. Имеется автомобиль, оборудованный стандартными галогеном лампочкой. Соответственно, сами фары отражаются предназначен для работы с галогеном лампой. Водитель находит в светодиодной лампочке с аналогичным соком и устанавливает их в фары. В данном случае имеет место нарушения пункта 3.1. Перечная неисправность и условия техника запрещает эксплуатации. Так, количество цвета... Вот смотрите, режим работы, да? Вот скажите, пожалуйста, какой режим предусмотрен работы светодиодных ламп? Режим? Да, 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 режим работы. Как он нарушается? Здесь не светодиодные лампы, не режим светодиодных ламп, а режим работы внешних световых приборов. Да, ну, вечно, вот для светодиодных, да, у светодиодных ламп должен быть соответствующий режим, правильно? Внешних световых приборов. Все верно, да. Да, вот внешне световых приборов. Вот давайте, я вам сейчас просто тоже, смотрите, я подготовился тоже, не с пустыми руками. Мы прямо проконсультируем с вами. Да, да, да. Значит, смотрите, вот по части третьей, понятно, у нас предусмотрено режим работы, которых... Так вот, напишем, представляешь. Вот, я просто расскажу. Режим работы, которых не соответствует требованию основных положений, ну, понятно, да, за это предусмотрено. Так вот, установка светодиодной лампы в головной свет транспортного средства будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства, так как... Внесение изменений. Не вот эта вот. Не третья часть. То бишь, первая часть. Сейчас, секунду. Вот третья часть, вы квалифицируете как лишение права управления? Ну, вот, смотрите, мы не квалифицируем, а вот наказание за данное пронушение предусмотрено частью третьей. Это кем это квалифицируется? Вот, смотри, таким образом, наказание за станок светодиодной лампы в головной, председатель, в совмещении, при желании, судебную практику. А где такая судебная практика? И кем это квалифицируется? Что это вообще? Кто это подписал? Вот мне интересно. Да это никто не подписал. Это нам, так, Министерство института, департамент обеспечения. Вот. Вот, 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 смотрите. Так. Консультант плюс. Нет, нет, а кем вообще квалифицируется данное правонарушение? Я вам просто осмотрю. Давайте вот, исходя из логики, будем исходить, да, из норм права. Вот, смотрите, установка, значит, почему из внесения изменений будет считаться? Первое. В настоящее время не существует конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах головного света светодиодных ламп. Нету никаких требований. Есть к светодиодным лампам какие-то требования? Требования, ну, у нас... Определяющие условия для их использования? Именно средиодных нет. Это только на МИИ. Вот, если вы за... Да. Вот сейчас только к Фоксенону есть. Режим работает, а придем только к Фоксенону, правильно? Ну, в общем, смотрите. Какая ситуация? Да, я вам его и отдам. Смысл, смысл, у меня просто их много, специально вам, чтобы оставить. Смысл какой? Значит, здесь в достаточном... Не существует конкретных требований. Вот есть требования по Фоксенону, да. Там, Вадим, да и Вадим просто можно. Нет, Вадим, послушайте. Ну, я вот реально, вот, знаете, открыл вот сигнал у Зубного, да? Там именно вот директор НАМИ. Директор НАМИ, вот нашего, да, научно-исследовательского института по России. Вот именно тоже он дает, и там вот все прям про светодиодные лампочки все расписано было. И именно то, что вот по 12.5 часть 3 именно вот он пояснение своих давал. Именно директор НАМИ России. Я, честно сказать, я не нашел ни одного документа, который вообще по светодиодным вообще каким-то образом регламентировал. Ну, я поеду туда второй раз. Я все у них просил в журнал и хотел вырезать. Вот именно там фотография директора НАМИ, он дает пояснение по этому поводу. По всем. И именно по 12.5 часть 3. То есть, вот светодиоды идут, и так и галогены. Но я еще не раз такие материалы. И понимаете, что мы на этом посту здесь... Ну, я почему вообще сюда приехал, объясню. Дело в том, что поступила информация от граждан, что здесь люди вменяют третью часть. Ну, говорят, что вменяют. И каким-то образом коррупционные моменты возникают. Что, ну, ты поедешь дальше, ну, вот если все как бы там будет хорошо. Так вот, поэтому я сюда и приехал. Значит, это первый момент, что не существует конкретных требований, определяющих условия. То есть, соответственно, дальше. Также международными нормами не предусмотрена маркировка для данного типа ламп. То есть, ну, не существует. Они даже... Я больше того скажу. Я ездил в автосалон Ford. Ну, вот просто самый простой. У них в комплектации, значит, есть светодиодные лампы. В ближнем свете есть комплектация. Я говорю, можно поставить маркировку? Там маркировка HCR на такой фаре. HCR. Соответственно, на этих тоже HCR. О какой мы вообще третьей части можем говорить? Если там и там... На HCR на чем? На самой фаре. Ну, на самой фаре. На самой фаре. Если там HCR, то это вообще все тогда. Вот. И HCR, и там не поставил HCR. И здесь HCR. Да, там заводом-производителем установят светодиоды. Нет требований для использования светодиодных ламп. Соответственно, режим работы не может быть нарушен. Вообще есть требований. Нет, да? Если нет же никаких требований. Вот я не знаю, если покажу. Вот по ксенону разъяснено. Так вот, получается, в связи с тем, что нет требований никаких, соответственно, мы ничего не можем никакого режима работы нарушать. Это 12.5 части 1. Соответственно, 12.5 части 1, как внесение изменений. Мы не говорим, что это не нарушение. Это нарушение. Но здесь карается... Не имею вот эту вот статью. Да, здесь карается, соответственно, 12.5, часть 1, либо предупреждение, либо 500 рублей штраф. Здесь все про ксенон, да. У меня есть такая бумага, я больше того скажу. Я даже больше того скажу, есть бумага с разъяснениями именно МВД, то есть руководство по вот этой теме с газоразрядными лампами. Если исходить из норм права, здесь чтобы режим работы нарушался, здесь же режим работы нарушается. Потому что тип лампы там H4, как они идут, свет соответствует. А вот режим работы якобы не соответствует, здесь получается применяется. Но здесь не может он никак нарушаться, режим работы, если он никаким образом вообще не регламентируется. Как его можно нарушить, если ничего не предусмотрен по светодиодным лампам? Вот о чем речь. Вы могли бы сообщить, кто ответственный, может быть сюда смог бы подъехать, Просто чтобы нам все-таки расставить все эти точки над «и», потому что граждане приезжают сюда, проезжают мимо и кто кому, как говорится, что говорит. Кто-то говорит лишение, кто говорит штраф. Нам здесь подъехали общественники, граждане, дорожный контроль, Серов, Вадим Юрьевич. Вадим Юрьевич Серов просит ответственного на пост. Разъясните ситуацию по 12.5 часть 1 и третьей части. 12.5 часть 3 и 12.5.1 по галогеновым фарам. Светодиоды? Светодиоды. Да, да, да. Здравствуйте. Здравия желаем. Вы по нам соскучились? Здравствуйте поближе. Что у нас случилось? Да приехали с таким вопросом. Граждане жалуются. Говорят, что за светодиоды плохая статья. Говорят, частью третьей квалифицируется. Первая часть. Первая часть. Просто мы для этого и приехали. Я вот даже подготовился соответствующую памятку. Могу здесь оставить на посту. Памятка нам не нужна, мы ее бы и без этого знаем. Вот. Работа не нарушается. Режимная часть, да. Первая часть. Просто чтобы мы могли гражданам пояснить по этому поводу, что светодиоды в головном свете транспортного средства. Зачем мы обрабатываем пояснить? Граждане и сами должны в этом разбираться. Ну вот ситуация такая, что я смотрю сайты, значит, вообще в интернете информация. Лишает, лишает, лишает. Лишение предусмотрено, якобы. На каких-то мифических сайтах пишут. Я начинаю разбираться в этой ситуации и понимаю, что здесь явно часть первая. Там и в статье написано, если режим работы. Режим работы, все правильно, да. Все. Это первая часть. Вот мы вот что хотели. Просто если первая часть, мы могли бы попросить. Я просто приехал сюда на автомобиле, который имеет светодиодные лампы. И я управлял им. За это первую часть. Я не видел, как вы управляли. Я свидетельствую против себя. Сами против себя. Я хотел бы, чтобы меня привлекли к ответственности. Я понимаю, что это необычная просьба. По части первой 12.5 КУАП РФ. Я думаю, честь. Кому достанется такая честь, чтобы меня оформить. А вот транспортное средство. Я управлял, остановился. Там светодиоды установлены. Я даже больше скажу. Я заехал в автоцентр Ford. И спросил, есть у вас в заводской комплектации лампы светодиодные установлены в головном свете? Ну, ближние. Они говорят, есть. Может посмотреть маркировку? Я подхожу, там. Ближний свет, да. Подхватка ближний свет. Ближний свет именно. Я подхожу, написано HCR. Ну, и как бы тут сразу... Вот я просто занимаюсь этим вопросом. Я поясню. Для светодиодов вообще нет никакой маркировки. Она не предусмотрена никакой маркировки. Что это за лампа? Не понятно. И при маркировке HCR, ну, грубо говоря, каждый год у вас, наверное, в этих разъясниках. Я понял. Ну, вот я вот здесь вот непосредственно, что в настоящее время не существует конкретных требований, определяющих условия. Разъяснение научно-сельских фирм. А, здесь вот есть, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это вот, вот. Здесь чисто проксием. На каждой странице там написано, это одно и то же письмо. Да, да, да. Это и граждане прочитать могут, и все, кому интересно. Ну, в общем, в доступе. То есть, каждая пара должна иметь маркировку, на которой наносится, что написано, какой источник света должен исполниться в этой паре. То есть, всего маркировок в мире 9 существует. Это правило не российские, правило международное. Это в ООН, они. Комменция ООН существует такая. И там эти правила прописаны. То есть, если маркировка стоит, как вы сказали, уже HCR, то, соответственно... Нам главное выделить инспектора для оформления меня. Все. Мы ждем. Если есть там маркировка для галогенка, то должна стоять галогенка. Замена источник света, там это все. Я цитирую вам те, которые здесь категорически запрещаются. Если написано на фаре, то что написано, то должны стоять. Я просил, чтобы людям понятно было. Можно зачитать, конечно, эти распоряжения, все эти инструкции, все эти письмо. Это не научно-исследовательство, можно зачитать, но технически вот эти понятия и регламенты все, смысла нет. Говорить простым нормальным языком, если объяснять. Если мы заменяем источник света на газоразрядный, в простонародье, который называется ксеноновый, то там уже идет нарушение режима работы. Что это? Под режимом работы, что понимается здесь, в данном случае, здесь понимается наличие на транспортном средстве омывателя фары, наличие на транспортном средстве автоматического, не электромеханического, который пальцем крутит, а автоматического корректора фары, который, если вы загрузили заднюю часть автомобиля, фары поднялись, передняя поднялась часть, а фары автоматически опустились, приняли то положение, в котором они должны быть. И маркировка соответствующего ксенона. То есть эти три параметра составляют режим работы в данном случае. Для светодиодных ламп нет ни определения, что такое светодиодная лампа, ни маркировки. И нет для светодиодных ламп разъяснений никаких. Сейчас, по крайней мере, в Российской Федерации, лично я занимаюсь этим вопросом уже на протяжении четырех лет, я не видел ни одного разъяснения по светодиодам. Поэтому здесь, что мы можем вменить по светодиодным ламп, только... По первой части, получается? По первой части, да, 3.1 пункт. Тип светодоприводов, несоответственно, требование конструкции транспортного средства. Именно, то есть, если там лагент, мы заменим... То есть, там, влечет предупреждение, либо 500 рублей штраф? Да, совершенно верно. 500 рублей штраф. Все, никакого лишения здесь нет. В интернете, да, насколько я вот тоже читаю, тоже студирую, это все пролистываю. Да, там пишут все, пишут, что это лишение, но, опять же, на какую-то материальную часть никто не ссылается, никто об этом не говорит. То есть, да, меня лишили, меня не лишили. По крайней мере, даже если мы зайдем, посмотрим решение судов на сайтах, я ни одного решения суда, по крайней мере, я не нашел. Ни в Воронеже, ни в других областях каких-то. Именно по светодиодам. Есть поднадца 5 часть 3 за другие какие-то моменты, но по светодиодам ни одного решения суда нет. То есть, да его и просто быть, не быть, не быть. А здесь вообще на посту не могли оформить никаких граждан за... Я к этому посту отношения не имею, я приехал просто как специалист. Я сразу так уточню. Если вдруг кого-то из граждан на этом посту оформили по части 3 за светодиоды, обращайтесь, пожалуйста, ко мне лично. Мы вас будем защищать и развалим этот материал. Так как квалификация по третьей части абсолютно незаконна. Я очень надеюсь, что вы распространите это видео. И если есть такие люди, тогда они найдутся, и мы им поможем. Спасибо большое. Огромное вам спасибо. Единственное, ждем сотрудника, который привлечет. Я вам с удовольствием поясню, потому что я этим вопросом занимаюсь. И как бы если не вас за блуждение, вы сами себя не вводили, и граждан, чтобы вы за блуждение не вводили, потому что... Мы вот приехали разъяснить, что вы разъяснили, да. Опять же, говорят, пишут, 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 но ни на какой нормативной ссылки нет. А на каждом сайте, если мы зайдем, посмотрим. Вы сами, наверное, смотрели видео. То есть у нас в Воронеже все по части 1 за светодиоды. Только по части 1. Если не слышишь, по третьей части, кто-то задал вопрос. Соответственно, это так должно быть по всей России. Однозначно. Да. Смотрите, еще момент какой. По маркировкам, то, что мы говорили с вами, по источнику света. То есть, если опять возьмем мы вот эти разъяснения ваши, наши, которые научно-исследовательского института. Там написано, что каждая фара должна иметь маркировку. Вот эти ходы граждан, которые пытаются поставить себе ксенон, фару, которая для этого не предназначена, в части, касающейся удаления маркировки. То есть вообще ее нету, стирают? Вообще, берут либо стирают, либо отклеивают, либо удаляют ее просто. Вы имеете в виду, что это уже нарушение идет. Это то же самое. То есть, получается, эту фару вообще нельзя эксплуатировать. Вы удалили маркировку. То есть, соответственно, мы не можем установить, с чем она должна эксплуатироваться. А, соответственно, для ксенона, опять же повторюсь, для газоорезных источников света, необходима маркировка, омыватель, корректор. И каждая фара, четко прописана, должна иметь маркировку. Удалили. Будьте любезны, покупайте, меняйте фару, устанавливайте ту, которая должна стоять. Это уже не соответствие идет. Это проксенон. Да, это проксенон. Это вообще, что это для тех, для хитрых товарищей, которые пытаются удалить маркировку. Думая, что не понесут за это ответственность. Да, что за это ответственность не будет. Нет, ответственность будет в любом случае. Поэтому с этим лучше не играйте, что-то чревато. Не стоит. Я, как говоришь, не стоит. Это не стоит того, чтобы лишаться прав. Вот эта лампочка, она того не стоит. Согласен. Так вот, дорогие друзья. В общем, какая ответственность предусмотрена за установку светодиодных ламп в головном свете автомобиля? Установка светодиодных ламп в головном свете транспортного средства будет считаться внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Так как, первое, в настоящее время не существует конкретных требований, определяющих условия для использования в фарах галогенного света светодиодных ламп. Второе, также международными нормами не предусмотрена маркировка для данного типа ламп. И третье, нет требований для использования светодиодных ламп. Соответственно, режим работы не может быть нарушен. Что у нас получается? Продолжение следует... Насколько мы слышали, вы занимаетесь борьбой с пьяными водителями. Да, 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 да. Чтобы вы так же проверяли и гражданам показывали, как не надо делать на себе. Нет, нет, нет. Так же как здесь. Все, я там не лишен и все нормально пеку, да? Пока, да. Последнее правонарушение у вас пешеход 1229, часть 1, в 15-м году. В 15-м году. Вот я помню, что у меня было... Задано правонарушение вам за то, что установлены лампы светодиодные в фарах с маркировкой HCR. Так, а именно, тип светового прибора не соответствует требованиям конструкции транспортного средства. Вынесено вам по статье 12.5, часть 1, предупреждение. Значит, данное постановление может быть обжаловано вышестоящим органам, вышестоящему лицу, либо в районном суде по месту рассмотрения дел в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Вам, лицу привлеченных административной ответственности, разъясняют положение статьи 32.2 Кодекса административных правонарушений в уплате в течение не поздней 60 дней. Но здесь транспорта нет, у вас предупреждение, потому что в первый раз за данное правонарушение вам все установлено. Поэтому предупреждение, предусмотренные меры ответственности в качестве предупреждения. Все, спасибо. Ну, в общем, меня оформили, составили административный материал, вынесли постановление о признании меня виновным по 12.5, часть 1. Вынесли предупреждение, за что огромное спасибо. Друзья, под видео будет ссылка для скачивания. По этой ссылке вы сможете скачать вот такую памятку для вас, чтобы показывать инспекторам. И вот такое вот постановление о привлечении за светодиоды меня к ответственности. Да, там будут мои данные конкретно убраны, но номер постановления все будет здесь указано. Вы сможете также скачать. Если вдруг каким-то образом окажется так, что найдутся люди, которые были здесь, именно на этом посту, оформлены по части 3 за то же самое правонарушение, я обещаю вам, мы будем вас защищать бесплатно. Мы развалим эти дела. Если было вынесено именно решение по части 3, мы будем обжаловать. И очень попрошу всю аудиторию, которая нас сейчас смотрит, распространить это видео максимально, максимально среди своих друзей. Если вдруг наша помощь действительно понадобится для обжалования, мы обязательно поможем. Сейчас проезжаем наших доблестных сотрудников полиции, которые нам все разъяснили, которые меня оформили. В общем, инспектор Тарасов, который меня оформил, он действительно был очень доброжелательный, максимально шел на содействие, что очень порадовало. Приехал Корк Александр, по отчеству я, к сожалению, не помню. Очень порадовала открытость полиции. Вот хочу что отметить. Все разъяснили, даже более того, разъяснили по ксенону. Это очень приятно. Вот это вам информация, дорогие граждане. Будьте, как говорится, образованными в правовых вопросах. Вот все, что касается головного света в транспортных средствах. Ну что, нам будет очень приятно, дорогие наши подписчики. Друзья, если вы что-то хорошее скажете под этим видео. Все, до новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Раскроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности, правды, красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. С тонированным стеклом и переградом непомерным. Не столь в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на страшу города, громкий мы ведем. Воронеж будет чистый, это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok